Здравствуйте! Мы продолжаем серию занятий «Кошка на окошке». В прошлый раз мы делали вот такое изображение ночи и кошки, беседующей с собой. Можно украсить изображение шторками, можно оставить так, но сегодня у нас будет совсем другая тема. Сегодня наша кошка вместе с нами будет смотреть праздничный салют. Вот такая вот работа у нас будет. Видите, салют можно делать по-разному, но я предлагаю вам попробовать сделать салют с помощью гуашевых красок и картонных полосочек, которые мы будем вот так вот отпечатывать прямо на темном листе бумаги. Я расскажу, как это сделать. Для работы нам прежде всего понадобятся краски гуашевые, можно акриловые, кисть, можно среднюю, но лучше тонкую кисть, палитра для смешивания красок, простой карандаш и картонные полосочки. Я вырезала их из картона средней толщины, не гофрированного простого. Чем толще полосочка, тем толще будет отпечаток ее на бумаге. Ну а теперь начнем. Работу мы начнем с того, что отметим на темном листе бумаги контур окна. Мы можем сделать это при помощи простого карандаша. Вот так вот. А также можно обрисовать силуэт кошки. Теперь я убираю кошку с окошком пока в сторону. И мы начинаем работать с этим листом темной бумаги. Работать мы будем, как я уже говорила, гуашевыми красками, которые надо развести на палитре. Можно использовать вот такую пластиковую палитру готовую, либо можно использовать любые пластиковые тарелочки, крышечки. В данном случае крышечка просто от сметаны у меня пластиковая. Главное, чтобы материал был пластиковый и он не впитывал воду, чтобы краска оставалась достаточно жидкой на палитре. Наносить краску мы будем при помощи вот таких вот картонных полосочек. Вот эта картонная полосочка, она будет давать мне луч фейерверка. Ее можно сделать разной ширины. Можно сделать пошире, поуже. В зависимости от этого разной длины будут брызги фейерверка у нас. Ну что ж, приступим. Ну, первым я нанесу, наверное, вот этот вот синий цвет. Синяя гуашевая краска у меня очень темная, поэтому в палитру я к синему добавила еще и, вот видите, он темный достаточно цвет, я добавила еще белой краски. Обязательно, если у вас нет ярко-голубой краски, светлой, надо добавить белого. Также белого я добавила в красный, поскольку иначе он будет очень темным. Его будет плохо видно на черной бумаге. Желтый без изменения, зеленый, светлый без изменения. Или добавить, если у вас очень темный зеленый, можно добавить него немножко желтого, это сделает его светлее. Работаем только светлыми красками, темные будут теряться на фоне. Итак, начнем. Я вот так вот, довольно жидкая у меня краска, вот видите, я опускаю кончик картонки, вот видно вот так вот, да, макаю в краску, как следует, чтобы кончик промок и откладывая палитру в сторону, начинаю наносить лучи фейерверка. Ну, можно сделать как вот так, допустим, сразу коротенькие лучи я нанесу, то место, где у меня таким крестиком начинается взрыв первой ракеты. Можно сделать по длине, вот так вот нанести, можно нанести с пересечением, вот так, вот, можно нанести вот какие-то вот так вот линии. Если вы чувствуете, что у вас уже краска потихонечку заканчивается, вы снова берете ее с палитры и вот так отпечатываете на темном фоне. Какие-то подлиннее, какие-то покороче, но все идут из одной серединки брызги, вот так. Теперь я делаю то же самое с красной и с желтой краской. Ровно то же самое. Также беру желтую. Вот видите, я беру. Если немножко подсохла краска, то можно добавить сюда воды, размешать как следует. Должна быть до густоты сметаны, как-то вот так вот краска доведена. Не очень жидкая и не очень густая. Так, беру картонку. Чуть-чуть смочить картонку, если уж очень густая краска, но не сильно, иначе будет капать просто. Вот так. Наношу вот этот ферверк. Лучи расходятся из центра. Какие-то длиннее, какие-то короче. Сейчас такая как бы звезда. Похоже чем-то на бенгальский огонь. Можно делать разноцветные лучи. То есть можно, например, взять желтую краску, вот здесь вот. И также красную. Красную я возьму вот отсюда. Видите, я в красную добавила белую, получается скорее розовый цвет, чем красный. Лучше, конечно, для этого использовать другую картонку. Для каждой краски используется свой цвет. То есть для каждой цвета используется своя картонка, чтобы краска была чистая. Но здесь я немножко смешала. Тоже будет, наверное, интересный эффект. Вот так вот. Теперь я возьму тоненькую кисточку и теми же цветами нанесу вспышки огоньки на конце каждого вот этого вот такого цветка. Попробую я это сделать. Начну с синего. Вот сначала немножко вот здесь между. Вот так вот, да. И можно на конце огоньки каждого лучика. Длиннее лучи или короче, даже интересно, что не все одинаковой длины. можно добавить белой краски. Только обязательно вымыть кисточку перед этим. Белой краски добавляю немножко с краю к сине. Видите? Вот так с краю к сине добавляю. Почти не видно здесь. И очень светлый голубой доделываю еще вспышки. Они получаются даже более яркие. Вокруг каждый. Ну вот так вот мы закончили белыми точками в середине синего фейерверка. и могу сразу же начинать работать с желтым. Тоже белыми. Ничего страшного. Сейчас вот вначале вот так вот можно. Центр более яркий. И затем по краям можно желтые нанести. Вот очень красиво так вот рисунок. Так. Если немножко белого будет попадать, тоже хорошо. Потому что белый он всегда ярче смотрится на черном. чем все остальные. Вот облако желтых огоньков вокруг желтого фейерверка мы сделали. Теперь приходим к красному. Он будет не красный, он будет вообще разноцветный. Поэтому я вот желтые нанесу на кончики. Вот так немножко. теперь я возьму наверное красный смесь, смешав его немножко либо с желтым, либо с белым. Чисто красный очень темный. ну вот такие красные загоньки. Поярче можно сделать их. Сами посмотрите, какой цвет вам. Все зависит от тех красок, которыми вы пользуетесь. Какой у вас исходный цвет. Надо добавлять белый, не надо добавлять белый. чем ярче краска, тем она будет интереснее смотреться. Фейерверки. Так вот. Можно еще зеленого добавить. Тоже это не испортит. Часто во время фейерверка именно красный с зеленым смешиваются цвета. Получается очень радостно и красиво. Вот такой фейерверк. Немножко можно сделать несколько ракет. Как бы уже от горевших фейерверков. Они остались где-то по краям. Они могут быть где-то здесь. Здесь несколько огоньков. Дальний фейерверк, который уже отгорел. Здесь отдельно ракеты. Чтобы не делать небо совсем темным и пустым. и когда у вас работа подсыхает, надо подождать, когда подсохнет краска, иначе она смажется. Потом мы сверху вот так вот накладываем изображение кошки и как обычно закрепляем с помощью скрепок. Теперь наша кошка будет смотреть праздничный фейерверк вместе с нами. Попробуйте. Это не сложно.